Помню вам пункты, которые мы в тот раз проходили. Кто не писал, запишите. Самое первое, чтобы владычество мира, оно сохранилось в наших сердцах. Нам необходимо нести мир или творить мир. Матфея 5.9. Блаженны миротворцы. Будь миротворцем. Скажи соседу, будь миротворцем. Будь миротворцем. Твори мир. Твори мир. Неси мир. Делай все, чтобы мир сохранить. В семье, на работе, в учебе, в компании друзей. Делай все, чтобы сохранить мир. Разводи драчунов. Не давай огню разгореться. Не давай этому пламени разжечься. Соседи дерутся. Стоп, 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 стоп. Возьми тортик, приди к ним. Чтобы там это скандал, он остановился. Возьми, будь миротворцем. Возьми тортики, приди. Ой, ребята, я к вам с тортиком. На чай. Можешь еще и чай с собой взять. Будь миротворцем. Бог благоволит к миротворцам. Он говорит, таковы будут наречены сынами Божьими. Миротворцы. Второе. Прими чувствование Христово. Пусть нас будут те же чувствования, что и во Христе. Он уничижил себя самого. Быв послушен даже до смерти крестной. Даже когда его вели на Голгофский крест. Он говорил, не ведают, что творят. Кто-то вчера светосвидетельствовала. Говорила, когда там была ссора с одним человеком. И у нее желание было обидеться сразу. Непонятно, чего это этот человек на меня наезжает. И Бог сказал, не ведает, что творит. Иисус сказал на эту толпу разъяренную, которые кидали камни в него, плевали. Он уже весь истекал кровью. Он уже был весь израненный. Но он должен был пройти этот путь через Голгофу, дабы освободить нас всех, верующих в него, чтобы получить спасение и жизнь вечную. И он сказал, Отче, не вмене им грех. Прости им. Прости. Он так искренне молился. Это было из самого сердца. Прости, потому что не ведают, что творят. На самом деле, когда сегодня... Я вчера свидетельствовала женщине, рассказывала, здесь в Южном. Я приехала и сразу достаю. Я называю патроны, наши трактаты. И иду сразу патроны. И раздаю. Свидетельствовала женщине. Я услышала, она рассказывала, что операцию должны на колено делать, спицы вставят. И такая вся. И я не могу отойти от нее. Меня просто притянуло. Дух Святой говорит за свидетельство ей обо мне. И я ей говорю. Вы знаете, есть целитель. Больше, потому что ее спрашивают, а ты будешь после операции ходить? Она говорит, я даже не знаю. То, что спицы будут вставлены, это да. А смогу ли ходить, не знаю. И ни один врач не дает гарантии. Я ей говорю. Вы знаете, есть великий врач. Вы приходите, мы будем молиться. Я знаю много исцелений, колен. У меня у самой. У меня я, когда работала в жилищной системе, и в гололед я упала локтем. И сильный был шип. Так у меня локоть болел. И каждую непогоду всегда у меня руку выкручивала. Мне казалось, что она вывернется вместе с плечом. Такие боли были. Но как только я пришла к Господу, первое, что Он примирил меня со всеми родными, дал любовь. Но потом, через какое-то время, пару месяцев, я вдруг обнаружила, что у меня не крутит локоть, рука. Что у меня не болит локоть. Вы понимаете? А там тоже что-то, сдвиг какой-то был, что-то, хрящики там, еще что-то. И я этой женщине свидетельствую. И она говорит, к большому сожалению. Ну да, ну да. Ну да, да, да. Типа, иди отсюда. Но я знаю, мы сеем семена. И не дай Бог нам устать сеять семена. Пусть никто из нас не устанет говорить, свидетельствовать и сеять Слово Благодати Божией. Есть Спаситель, Господь Иисус Христос, Который дал нам спасение, исцеление, освобождение от всякого проклятия. Жизнь вечную, процветание во всех сферах жизни. Он дал нам его во имя Иисуса Христа. Поэтому я отошла, я просто помолилась за эту женщину. Я семя просто посеяла. А дальше это уже Божья работа. И Бог, Он знает, как работать с такими людьми. Если он апостола Павла скинул с лошади, пока тот, наверное, лбом не стукнулся об землю, и не очнулся, кто ты, Господи. Такой твердолобый был апостол Павел. И Бог все равно совершил то, что Он избрал, то, что Он выбрал. Аминь. Чувствования Христовы в нас должны быть. Филиппийсам 2, 5, 9. Третье. Не поддавайся плотским мыслям. Иакова 4, 6, 10. Не поддавайтесь на плоские разные мысли, на плоские какие-то изощрения, на слова, на обиды, на какие-то толкования. Аминь. И четвертое. Ты не в поражении, ты в победе. Луки 24, 36. Когда Иисус уже после воскрешения зашел в горницу к ученикам, Он говорит, мир мой даю вам. Мир. Мир уже. Я забрал всякое твое поражение, и вместо него Я принес мир. Кто-нибудь видел, как война идет? Как люди убивают друг друга? Он говорит, все, раз я здесь, раз я с тобой, мир, мир тебе, мир мой даю вам. Не смотри на себя, как на маленькую серую мышь, что я ничего не могу. Смотри на себя, как на воина, который заходит, вбивает колья или ставит этот меч, говорит, здесь будет мир. Я пришел. Вся атмосфера меняется. Все меняется. Куда бы я ни пришел, все подчиняется Слову Божьему и воле Божьей. Аминь. Аминь. Ты носитель мира. Ты царственное священство. И Бог говорит, мир мой даю вам. Человек один, расскажу историю, приходит к Равину и говорит, Рави, мне так плохо. Жизнь вся такая плохая, я умираю. Равин говорит, не умрешь? Рави, ну мне так плохо, ну все, не могу. Я умру, наверное, скоро. Он говорит, не умрешь. Рави, ну такие обстоятельства, у кого обстоятельства? Да? Ну такие обстоятельства давят со всех сторон. Мне так плохо, я не умру. И Равин говорит, дорогой мой, Бог не дает обстоятельств выше твоих сил. или это не твои обстоятельства. Запомни. Если ты уже не в моготу, думаешь, я умираю, значит, это не твои обстоятельства. Сколько сейчас? Ну, время летит. Значит, это не твои обстоятельства. Обстоятельства, запомни, Бог, ты дашь мне пройти, вот ты стоишь на краю пропасти, и обстоятельства, кажется, тебя туда толкают. Господь, хорошо, я отдаю свои руки. Даже если я полечу, даже если меня столкну, ты знаешь, все равно ты подхватишь меня. Значит, это не твои обстоятельства. Обстоятельства кричат, кричат. У тебя опухоль, ты умрешь. Посмотри, но врачи же сказали, врачи же сказали, насчет врачей мы будем говорить в следующий раз, что врачи говорят. А что Бог сказал? Я выше этих обстоятельств. Я выше всякой опухоли. Я выше всякой болезни. Что мне эта опухоль? Ты только поверь. Только подними глаза. Только приди к Богу. Бог выше любых обстоятельств. Аминь. Пятое. Напишите, чтобы сохранять мир Божий. Деяние первая глава. Кто знает, что там написано? Деяние первая глава. Александр, ну, чтобы ты не знал. Пятый пункт. Напишите, пожалуйста. Дождитесь обещанного от Отца. Четвертый, пятый стих. И собрав учеников, Иисус, Иисус, повелел им. Скажи, повелел. Мне. Принимайте это к себе. Не отлучайтесь из Иерусалима, Иерусалима. Но ждите обещанного от Отца. О чем вы слышали от меня? Или какое слово вы получили от Отца? Вашу ситуацию? Дождитесь обещанного от Отца. Что Бог обещал? Не умрешь, но будешь жить. Праведник будет процветать. Что Отец обещал? Мир дохранится в твоем сердце. Никто и ничто не вырвет тебя из руки моей. Я поражу всех врагов, выступающих против тебя. Что Отец обещает своему ребенку? Что он держит его крепко в своей руке. Иисус говорит, дождись. Дождись. Скажи, дождись. 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 Обещанного от Отца. Что тебе Отец обещал? Ранами Иисуса Христа. Ты исцелен. Дождись. Он обещал. Он обещал. Ходи, повторяй. Он обещал. Он обещал. Это же мой папочка. Он обещал. Со мной ничего не случится. Он обещал, что он держит меня в своей руке. Он обещал, что никакое зло не коснется меня. Никакая стрела не пронзит меня. Он обещал. Он обещал. Он обещал. Дождись. Обещанного от Отца. Получите, я молюсь, чтобы вы получили это как откровение в свой Дух. Дождись обещанного от Отца. Это не только Дух Святой. Ты уже имеешь Дух Святой. Но Бог обещал тебе, что все обетования Авраама тебе принадлежат. Все обетования, скажи все обетования, все обетования принадлежат мне. Повернись к соседу, скажи все обетования Авраама принадлежат тебе. Все обетования принадлежат тебе. Все обетования Авраама принадлежат тебе. Римлянам 4 глава. Все обетования Авраама принадлежат тебе. Ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Дух Святой, когда сходит на верующего. Он приносит силу. Он как динамис, дунамис, как могущественная сила, которая взрывает лагерь врага, которая взрывает любые горы на твоем пути, которая взрывает все обстоятельства, которая взрывает даже наш ум плотской, который не может вместить в себя всего, что Бог пообещал. Так вот окунись в этот дунамис, окунись в этот взрыв, окунись Дух Святой в его действия и доверься Ему. Дух Святой, как ты ведешь, я буду послушен тебе. Ты обещал, ты верен. Аминь! Аллилуйя! Шестое. Прибывай в покое и молитве. Прибывай в покое. Он пообещал. Ждите, ждите. Сколько дней они до Пятидесятницы ждали? Сколько дней? По-моему, 40 дней. Деяния один. А 10 дней? После Вознесения они 10 дней ждали. 10 дней. Аллилуйя! Спасибо. Смотрите, если ты что-то просил у Отца, ты в вере, в стойкой вере, ты обещал. Ты когда ему ждал 10 дней, на второй же день приходило сомнение. Если не к вечеру. Приходи, а вдруг? А авось? А колебание какое-то? Они ждали. Все они, 14 стих, 1, 14. Все они единодушно пребывали в молитве, в молении. Значит, скажите, если бы они не верили, они бы пребывали, что они такие дурные, 120 человек, собрались в горнице такое. Ну, Вася, ты веришь? Посмотрим, что там случится. Петя, а ты веришь? Галя, а ты веришь? Веришь. Ну, не знаю я. А вдруг? Марфа, а ты веришь? Марфуша, да я лучше пойду на кухню, там, что-нибудь состряпываю, салатик. А ты веришь? Все.